Добрый вечер! Добрый вечер, Гомель! Этим вечером с вами Сергей Нигеревич и Маргарита Чебукова. Всего сутки отделяют нас от открытия очередного концертного сезона в Гомеле. Вероятно, многие любители музыки уже в предвкушении. Какая концертная программа нас ожидает и чем организаторы постараются нас удивить? Да, думаю, любому гомельчанину, увлеченному музыкой, будет интересно, каких исполнителей мы услышим, изменился ли их репертуар, и самое главное, на какого слушателя он рассчитан, на любителей классической или современной музыки. Маргарита, знаешь, классическая музыка прошла сквозь века, у нее всегда были, есть и будут поклонники. Вот известный пианист Святослав Рихтер на этот счет не сомневался и говорил, что классическая музыка в пропаганде не нуждается. Да, но Рихтер мог себе это позволить. Да, согласись, и времена были другие. Но на сегодняшний день может ли гомельская филармония рассуждать так же, как гениальнейший пианист? И настолько ли высок интерес в гомеле классической музыке? Вот об этом в том числе мы будем рассуждать сегодня. А пока сюжет в тему. Внимание на экран. Бейте в барабаны, трубите в трубы. Гомельская областная филармония открывает свой 48-й концертный сезон. Коллеги отстучали поздравительные телеграммы, все по высшему разряду. За неполных пять десятилетий история филармонии богатая. Все первые годы именно гомельская филармония находилась в эпицентре культурной жизни страны под названием СССР. По ней сверяли часы многие концертные заведения. Ее эстетику признавали передовой, а филармонический состав – лучшим. Именно здесь открывали новые имена в инструментальном и вокальном жанрах. Случались прорывы. И первый, самый значимый, связан с именем Эдди Рознера и его оркестра. Оркестр Рознера знал каждый. Он играл в фильме «Карнавальная ночь». Вторая труба мира Рознер, а первым, как известно, был Луи Армстронг, выступал в белорусских колхозах. И получал в Гомеле зарплату больше, чем в Москве. Филармония в 70-е годы была богатой. Концертная ставка – 8 рублей против 6 московских. Высокая ставка была не совсем законной. Поездки в Министерство культуры, уговоры чиновников ни к чему не привели. Столичные власти отказывали узаконить финансирование биг-бенда. Оркестр распался. Проработав в Гомеле чуть больше года, Рознер опять уехал в Москву. Город потерял талант. Но вот еще одно громкое имя – Александр Градский. Король рока начинал свою карьеру с гомельской филармонии. Ты сказала, довольна, как топором отрубила. Ты мне сделала больно, ты мне счастье разбила. Через Гомель прошла артистическая судьба Александра Буйнова. Это потом он уйдет в ансамбль «Веселые ребята». А до этого он был гомельским исполнителем. А сябры. Впервые имя сябры прозвучало в 1973 году. Это емкое и точное название придумал основатель и бессменный руководитель Анатолий Ярмоленко. Он тоже начинал свою профессиональную творческую деятельность в гомельской филармонии. Причем в разных эстрадных коллективах. «Виа Сувенир», в котором работали Александр Градский, Александр Буйнов и другие московские артисты. Потом была группа под названием «Песни над Сожем». Да разве всех упомнишь? Но вот последний случай. Дирижер Рикардо Мути, возглавлявший «Ла Скала», знаменитый маэстро, взял в ассистенты белоруса. Им оказался Владимир Аводок, дирижер камерного оркестра гомельской филармонии с 2010 по 2012 год. Таких претендентов на эту роль было более 200 человек со всего мира. И Владимир Аводок стал единственным представителем постсоветского пространства. Сегодня в Гомельской филармонии работают не менее интересные и талантливые артисты. Но как их не потерять, если мы действительно дорожим их творчеством? У нас в гостях художественный руководитель Гомельской областной филармонии. Известная певица, народная артистка Беларуси. Лауреат премии президента за духовное возрождение Галина Павлюнок. И музыкант, лауреат международных конкурсов, первый в Беларуси исполнитель на редчайшем инструменте бандонионе Андрей Глазенков. Добрый вечер. Галина Ивановна, вы являетесь художественным руководителем филармонии не первый год. И не побоюсь сказать, что вы душа коллектива. Скажите, какая атмосфера царит в филармонии и какая творческая работа проводится? Ну, атмосфера у нас очень хорошая. У нас очень слаженный коллектив, хоть и не очень большой. Но творческие коллективы, которые работают очень успешно, они тоже создают атмосферу творчества хорошего, такого позитива. Это наш эстрадно-симфонический оркестр, камерный хор, камерный оркестр, солисты, Виталий Фомин, Трио, Лирица и многие другие детские коллективы. Поэтому атмосфера у нас творческая, некогда нам ссориться, некогда нам выяснять отношения. Как это часто бывает у творческих людей. Да, мы работаем в плане, в таком, что времени на какие-то плохие эмоции у нас нет. Творческие планы, конечно, в филармонии без них невозможна жизнь, потому что они дают нам жизнь. Мы без творческих планов как-то, это уже не организация концертная. Поэтому каждый год мы составляем планы с учетом прошедшего года и что бы мы хотели удивить, порадовать своих зрителей, слушателей. Кого пригласить из белорусских артистов, может быть, и дальнего зарубежья, насколько позволяет материальное наше состояние. В общем, жизнь течет очень бурно. Кипит. Кипит, да. Коллектив, в принципе, состоявшийся, наверное. А приходит ли молодежь в филармонию? Вы знаете, приходит молодежь, не так, в смысле, много ее приходит, потому что, ну, как бы вам сказать, что у нас штатное расписание есть такое. И кого-то взять, вот, например, в штат, вот в данный момент у нас очень сложно. Но если человек талантливый, мы, конечно, его не отталкиваем, мы, наоборот, стараемся найти возможность обязательно его устроить и с ним сотрудничать. Поэтому молодежь идет, но хотелось бы больше молодежи с высшим образованием специальным. Вот, поэтому у нас есть вакансии такие, вот, у нас не охвачена сольная деятельность скрипачей. У нас должен быть, как бы, в идеале и квартет струнный, и какие-то небольшие классические коллективы, трио, квартеты, квинтеты, солисты, фортепиано, хотя у нас есть свой хороший очень пианист. Но больше хотелось бы вот именно артистов с профессиональным высшим образованием, я имею в виду, Академию Музыки. Потому что образование колледжа и училища – это маловато для концертной организации. Но есть молодежь очень талантливая, которую мы даже со средним образованием берем к себе на работу. И даем им возможность еще поучиться, или в консерватории заочной, или в институте, это мы поддерживаем очень. Я вот как раз хотела спросить у вас про молодое поколение. Вот нынешнее поколение музыкантов, оно отличается от предыдущих? То есть они ищут пути, новые пути прочтения произведений? Ну, это индивидуально. Ищет человек прочтение или не ищет? Понимаете, я скажу про другую, что советская школа, она была очень мощная. Музыкальная школа. Начиная от музыкальной школы и кончая консерваториями. Это бесспорно, и все это признают. Сейчас тоже очень много талантливых музыкантов есть, но как-то все рассеивается. Кто-то уезжает за границу, дальше учится и там остается. Немножечко все это рассеивается, оно не оседает у нас в стране. С чем это связано, как вы думаете? Ну, я думаю, что сейчас время поменялось. Хотят люди хорошо зарабатывать. Мы тогда, когда я училась, 120 рублей, это был потолок, и мы где-то еще подрабатывали, допустим. Но это не было у нас там, мы не смотрели ни на запад туда, ни куда-то. Сейчас открылись возможности, это нормально. Мир движется, не может стоять на одном месте. Поэтому мы не имеем тех кадров, вот хотелось бы, чтобы лауреаты международных конкурсов, они там, значит, хотелось бы, чтобы они пришли в филармонию и продолжали свой концерт, ну, допустим, деятельность и педагогическую. Но это мало происходит. Это не только у нас филармония. Это и столичная филармония, это вообще в Белоруссии. И думаю, что и в России. Поэтому я думаю, что голода такого нет у нас творческого. Ну, и нет такой массовости, прямо идут, прямо и все. Но, тем не менее, я хочу сказать, что ваши музыканты ищут какие-то новые пути и освоение новых инструментов. И это тоже достойно высшей похвалы, правильно? Да, это отдельный разговор. Вот, Андрей, нам сейчас это все вы... Расскажите про бандонион. Где его родина, что это вообще за инструмент? Почему вы загорелись идеей, вот его приобрести? Как вы его добывали? Ну, если говорить об идее приобретения инструмента, то все началось еще, наверное, в студенческие годы. Когда я, как и многие другие мои сокурсники, студенты, увлекались и были, можно сказать, буквально заражены таким, можно сказать, как пьяцуломанией. И заражены были стилем аргентинского танка, который подразумевает исполнение именно на этом инструменте. Вот, но в то время мне казалось, что это только может быть мечтой, и это практически невозможно играть на этом инструменте. У нас нет ни школы, ничего, у нас нет инструментов. А в то время это когда? Студенческие годы. Ну, это уже порядка 10 лет назад. Но, как оказалось, мечты могут сбываться. И через некоторое время так получилось, что я начал играть на этом инструменте, начал солировать с камерным оркестром нашей филармонии, сотрудничал с камерным государственным оркестром Республики Беларусь. Мы выступали, ездили на гастроли не только в стране, выступали. Ну, таким образом жизнь привела меня к этой деятельности. А если говорить о родине этого инструмента, то историческая родина этого инструмента в Германии. И был создан он специально для проведения церковных богослужений, как ни странно. Но позже он был привезен в Аргентину и там уже получил, так сказать, уже свое звучание в стиле аргентинского танго. И аргентинское танго невозможно представить без этого инструмента. Интересная история про бандонион, правда. Но, Андрей, конечно, хотелось бы услышать ваш инструмент, потому что говорить о музыке – это примерно так, как танцевать об архитектуре. Может, исполните нам что-нибудь? Да, вы правы. Попробуем сейчас. Попробуем сейчас. Попробуем сейчас. Андрей, скажите, вы как долго уже играете на бандонионе и как быстро его осволили? Вот я знаю, что вы профессиональный баянист. Есть сходство с этим инструментом? Да, сходство некоторое есть. Ну, если говорить о том, что хотя бы в нем есть мех, как в баяне, либо как аккордеоне. Но также есть и многие сложности, которые приходилось преодолевать. И на освоение этого инструмента пришлось потратить некоторое время. Было не так просто. Но некоторое время – это сколько? Ну, чтобы достичь такого уровня, как сейчас, для того, чтобы играть в сольный концерт, который недавно совсем состоялся во дворце Паскевичей, понадобилось уже около трех лет. Ну, кстати, да, вот у вас 24 сентября был сольный концерт. Расскажите, много ли было людей вообще, что это была за публика и как вас приняли? Был аншлаг, и приняли очень хорошо. И было очень много благодарностей после концерта. Долго не отпускали со сцены. И в целом концерт состоялся. И я думаю, что такие концерты будут продолжаться и будут еще. Я могу сказать, что концерты Андрея с камерным оркестром, они придумали такой альянс очень хороший. Потому что вначале меня, помню, насторожило даже это сочетание. А потом как-то я пришла на концерт и услышала такую гармонию, такое необычное звучание. И на этом фоне камерного оркестра вот бандонион звучит еще ярче. И куда только Андрея не садили. И вниз, при аншлаге некуда стать. Сцена маленькая. И он и наверху находился. И все равно концерты все проходят с аншлагом. Поэтому неудивительно, что у него был концерт с аншлагом. Я его поздравляю. Кому как не вам знать про аншлаги. Насколько я помню, у вас в тот же день тоже был концерт. 24 сентября. Расскажите о своем концерте. Да, у меня был концерт перед взрослой публикой в одном из санаториев нашего района. Я хочу сказать, что он прошел очень хорошо, конечно. Но меня удивляет последнее время, что я выхожу, объявляют меня. И я еще не спев ничего, значит, мне аплодируют, как будто я уже спела, ну, полконцерта. И народ встает. Ой, как это приятно. А я иду и думаю, господи, хоть бы мне, боженька, пошли сил во славу Твою. И чтобы я спела, оправдала эти аплодисменты. Конечно, это волнительно. Все хорошо. И тоже концерт прошел с большим успехом. И спасибо моей дорогой публике. Так что, я вот, у меня мысль пришла, сидя, вот сейчас мы обеседуем, что в нашей филармонии, даже при том, что нет здания, да, зала своего, у нас музыканты штучные. Это удивительно. Это просто, вы знаете, может быть, от того, что нет зала, мы так это сконцентрируемся и готовимся, понимаете. Вот взять Андрея, взять даже меня, допустим, потом камерный оркестр, камерный хор, эстрадно-симфонический, Виталий Фомин, штучные. Где бы мы не выступали, сколько я знаю, с большим успехом. Спасибо тебе, боженька. Потому что на самом деле... Ну, вы знаете, у меня такое чувство, что это не случайно. Потому что в любом коллективе, на любом предприятии все идет от руководства. Какое руководство, такой подбирается и коллектив. Ну, я не знаю, наверное, может быть, кто-то равняется, может, на меня. Тоже это я не сбрасываю с весов. И слава богу, я со всеми очень косартистами дружу. Я их понимаю, я иду навстречу. Я такого, знаете, диктата никогда даже не представляю. Потому что мою деятельность художественного руководителя я воспринимаю как творческую деятельность. И прекрасно понимаю и баяниста, и аккордиониста, и певца. Понимаете, потому что я сама артистка. Поэтому строить с ними отношения, строить планы, какие бы они нам ни приносили, мы стараемся их поддерживать. И стараемся всячески помогать. Я уверена, что эта энергетика подобное притягивает подобное. Спасибо большое. Может, вернемся к концертному сезону немножечко. Уже какие-то планы на сезон выстроены. И, может быть, привезете каких-нибудь интересных артистов. Ну, знаете, что планы всегда есть. Какие-то можно говорить, а какие-то, может, не надо говорить. Потому что, а вдруг не сбудется, а вдруг как-то получится не так. Ну, любой творческий коллектив без планов не живет. Понимаете? Поэтому у нас по каждому коллективу, по каждому исполнителю есть наметки и есть план. Потому что мы верстаем это еще весной. По поводу приезжих гастролеров, ну, это дело посложнее, потому что это дорогое удовольствие. Ну, я думаю, что наш директор найдет и нашел какие-то проекты интересные, которые мы будем, конечно, нашу публику оповещать и говорить об этом, и рекламировать. А наши коллективы все работают в тонусе. Думаю, что все будет великолепно. У нас еще есть прекрасные коллективы детские. Театр Вырастайка, который великолепно работает на протяжении многих лет. Он при филармонии работает. Да, при филармонии – это театр, которым управляет Вадим Иванович Юрулов. У них абонементная работа по всей области. Они великолепно работают. И также фокусы, мокусы у нас есть. Николай Манец руководит. Поэтому музыкальные лектории, которые, ну, немножечко слабоваты, но тоже творческая работа у них идет. Они с маленькими нашими будущими зрителями работают. Это очень приятно. Скажите, вот любителей провести досуг на концертах современной музыки у нас в Гомеле предостаточно. Как обстоит дело с классической музыкой? Не пустуют ли залы? Вы знаете, что в последнее время наблюдается очень большая тяга к нормальной, хорошей музыке. Это, я думаю, что деятельность филармонии, наших артистов. И плюсы приезжие великие музыканты. Несколько проектов тенора 21 века. Маэстро Спиваков приезжал. Казалось бы, серьезная музыка, симфонический оркестр. Аншлаговые огромные залы тысячные. Поэтому тяга идет. Это нормальное явление. У каждого человека внутри есть вот эта вот духовность такая, высокая нота, которая, если он уже как-то на каком-то концерте получил отзвук, он уже все. Он пойдет и на флейт, он пойдет на скрипочку, он пойдет на оркестр. Потому что, помимо этого, музыка же она очень большая. Здесь главное начать. Да. И нужно вот именно попасть на хорошее исполнение. Андрей, скажите, может вы планируете освоение еще каких-нибудь инструментов? И вообще, какие у вас творческие планы? Об освоении каких-либо других еще инструментов у меня не было мыслей. В основном сейчас работаю над расширением репертуара, над расширением стиля. То есть это в программу стараюсь сейчас включать произведения разных стилей, разных направлений, чтобы привлечь как можно больше слушателей. Ну что ж, спасибо большое, что пришли к нам в гости. Андрей Галина Ивановна, желаем вам дальнейшего роста, всего наилучшего и творческих успехов. В преддверии Международного дня музыки, который будет 1 числа, и открытия концертного сезона, который тоже 1 октября будет, Я бы хотела поздравить всех музыкантов Гомеля и области с этим праздником. Наших зрителей поздравить тоже с открытием сезона. Мы ждем вас с нетерпением и с любовью в наших залах, на наших концертах. А вас поздравить с открытием нового канала «Четыре Гомель». Спасибо. Спасибо большое. Сегодня вечером мы беседовали с художественным руководителем Гомельской областной филармонии, народной артисткой Белоруссии Галиной Павленок и выдающимся гомельским музыкантом Андреем Глазенковым. Вообще, начало сезона любого, будь то концертного или театрального, это как новый этап жизни. Ведь каждый ждет от него открытия, потому что это свежие эмоции и идеи. Надеемся, что и того, и другого хватит, как говорится, с головой. Порадует и старым репертуаром, и, я уверена, подготовлены и премьеры. Буквально сейчас наш корреспондент Юлия Борисовец знакомится с репертуарной афишей вечера. Давайте посмотрим, что творится на театральных подмостках и чем удивят театры Гомеля. Внимание на экран. Грандиозным событием для города стало открытие нового театрального сезона в Гомельском областном драмтеатре. Тут зрителям предложили французскую комедию. Зрители в ожидании настоящей истинной интриги, театральной интриги, о которой узнаем и мы. Фойе многолюдно, неудивительно, в Гомельском областном драматическом 77-й театральный сезон. Театр продолжает свою работу в плане премьерных спектаклей. Начало положено с постановки французской комедии в двух действиях «Мою жену зовут Морис». Труппе театра хотелось открыть сезон легко и красиво, воздушно, по-французски. Поэтому выбор пал на пикантный мисс забавных ситуаций французского автора-современника Рафи Шарта. Сама пьеса, она в достаточной мере жесткая. Мне ее пришлось достаточно сильно переработать, для того, чтобы она стала легче и изящнее на наш славянский вкус. И соотносясь с нашим славянским менталитетом, с нашими славянскими ценностями. Эта постановка с переодеваниями и разоблачениями в Белоруссии прошла впервые. Комедия сплотила на одной сцене ведущих актеров, областного драматического театра и театральную молодежь. Здесь готовы показывать драматические произведения с неожиданных ракурсов, даже в форме баловства. Ведь не стоит слишком серьезно относиться к жизни. Она лишь театр, причем во французском стиле. Планируется и классика, и, как я говорила, спектакль для детей, и зарубежная классика. Сейчас мы работаем и над современными пьесами. То есть у нас нет одной такой четкой, допустим, классической репертуарной линии или четкой линии в плане комедии. Нет. Здесь учитываются вкусы всех зрителей. В театре налажена обратная связь со зрителями через анкетирование. Сегодня такая работа помогает больше узнать о вкусах и предпочтениях театралов. Что касается гастролей, коллектив театра ведет активные переговоры в этом направлении. Совсем недавно гомельская труппа побывала в Витебске и уже на гомельской сцене ожидает витебских актеров. Кроме этого, свою работу продолжит и музыкально-театральный салон. Следите за афишами, ведь два-три раза в месяц в холле театра будут проходить тематические вечера в сопровождении музыкальных коллективов. А в это время в Гомельском молодежном театре презентуют спектакль Александра Галича «Матросская тишина» в постановке творческой мастерской «Следы». Ну что, заглянем и мы. Написанная в 1958 году для открывающегося тогда театра «Современник» и уже отрепетированная «Матросская тишина» была запрещена к показу. Первым, кто пытался воплотить в жизнь на сцене это произведение, был Олег Ефремов. Однако попытка оказалась безуспешной. Только в 1988 году удалось поставить пьесу Олегу Табакову, собравшему звездную команду актеров. Попыток постановки было очень много, но поставлена была всего четыре раза. Четвертый раз это наша постановка была. Премьера пьесы прошла в июле месяце в городском центре культуры. После премьеры отзывы зрителей были весьма положительны. Мы актерским составом заставили зрителя и посмеяться, и поплакать. На сцене показана история талантливого юного скрипача-еврея. Его жизнь, судьба его отца, друзей, первая любовь. Мы видим линию нескольких поколений, пропущенных через драматическое время. История семьи Шварц и ее непростые взаимоотношения с окружающими заставляют зрителей переживать по-настоящему, без фальши. Завтра филармония открывает свой новый сезон. И открывается он ничем иным, как выступлением эстрадно-симфонического оркестра под управлением Станислава Шныра. И сегодня маэстро у нас в гостях. Станислав Брониславович, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Вообще открывать сезон выступлением собственного симфонического оркестра это традиция многих мировых филармоний. Скажите, пожалуйста, Станислав Брониславович, может быть, подготовили какой-то сюрприз? Да, я с большим интересом хочу рассказать об этом проекте, который называется «Вместе». Почему он так называется? Просто потому, что в этом проекте участвуют два больших коллектива. Это артисты эстрадно-симфонического оркестра, музыканты и солисты, и артисты продюсерского центра «Арт-Биз» под руководством Елены Анджеевской. Солисты продюсерского центра – это в основном дети. Есть и подростки, но основной состав этого продюсерского центра – это дети. Я не скажу, что это какой-то, ну скажем так, сюрприз или какая-то новация. Мы много раз с моим коллективом сопровождали выступления детей. Это всегда очень интересно, это необычно, это много радости доставляет зрителям, тем более, что в зале постоянно присутствуют их коллеги, их сверстники, одноклассники, друзья. Поэтому это всегда выступление воспринимается очень положительно. Сложность и интерес этого проекта в том, что одновременно будут петь и взрослые, и дети. И это довольно сложный процесс технически. Очень немного песен, которые подойдут одновременно и ребенку, и взрослому исполнителю. Дело в том, что у ребенка и взрослого человека, особенно у мужчины, разные голосовые диапазоны. У мужчины еще происходит ломка голоса в подростковом возрасте, и поэтому найти песни, или, как сейчас говорят, монные композиции, в которых смогут полновесно и красиво раскрыть себя и взрослый ребенок – это достаточно сложно. А тембры подобрать? Опять же, тембры подобрать, чтобы они совпадали, чтобы взрослый не заглушал ребенка, чтобы ребенок не переходил на какие-то там высокие ноты, чтобы это не было пискляво, чтобы это не было слишком низко детям, потому что им неудобно петь в этих диапазонах. Сложная работа, но очень интересная. А скажите, вот уже ж были, наверное, репетиции? Ну, конечно, были. И вот какой был результат с самой первой репетиции, и как шло развитие? Каково с детьми вообще? С детьми, когда они очень хорошо владеют материалом, работать очень интересно. Они не думают о том, что они делают. У них это получается на инстинктивном уровне. А подскажите, дети какого возраста, чтобы мы могли понимать? Ну, скажем так, приблизительно от 9, ну и выше, до подросткового возраста 15-16. Вот. Такие вот маленькие дети. Вот я вернусь к вопросу. Когда дети уже в материале, так скажем, профессиональным языком, то здесь от них можно просить все, что угодно. И они это с легкостью выполняют. А если материал еще сырой, незнание текста, незнание музыкальной, интонационной информации, то здесь они точно так же, как взрослые. Не уверены в себе, не знают, как им дальше поступать. Ну, если взрослому можно на профессиональном уровне объяснить, то с ребенком надо общаться образами. Вот эту нотку, на эту нотку ты должен запрыгнуть, а эту нотку ты должен отпустить. Вот здесь с этой ноткой должен поработать, разозлись на нее. А вот эту нотку просто пропусти мимо внимания, мимо ушей. И вот они тогда понимают. А уже когда они владеют информацией полностью, они выучили текст, выучили мелодию, здесь уже с ними просто-напросто интересно работать. От них идет, особенно в таких вот энергичных композициях, идет такой драйв, что сам заводишься, начинаешь улыбаться, хотя перед тобой сидит 40 человек, взрослых музыкантов, и они тоже смеются, они тоже улыбаются. Ну, это то же самое происходит. Между детьми и профессиональными музыкантами возникает какая-то вот взаимосвязь такая. Одни подпитывают других, и дети начинают себя вести более раскованно. Ну, в общем, очень интересная работа. Скажите, это правда, что эстрадно-симфонический оркестр так часто обновляет программы, что, собственно, каждое ваше выступление в Гомеле как премьера? Да, мы стараемся по мере возможностей как можно чаще обновлять свои концертные программы, потому что вот до сих пор зрители, благодарные зрители вспоминают яркие проекты, которые были у коллектива. Это совместный проект с тенорами 21 века, это проект коллектива мюзиклы, хиты из мировых мюзиклов, лучшие, любимые мелодии, кино, концерт, посвященный творчеству Владимира Высоцкого, концерт, вот один из последних, хит-салют, где исполнялись мировые хиты, отечественные хиты. Просто встречаешь человека на улице, и он тебе выражает свою благодарность. Спасибо за прекрасный концерт. Все, больше ничего не надо. Наверное, это самая большая благодарность за свою работу, да? Это самая большая награда. Когда тебе на улице жмут руку. Когда тебя встречают, когда тебя узнают, совершенно для тебя незнакомые люди, и просто благодарят за прекрасный концерт. Это самая великая награда, самая большая. Выходит, у вас даже нет времени, чтобы подвести итоги. Ну, какие-то промежуточные итоги. Ну, итог, мне кажется, это завершение чего-то большого, крупного. Подведение итогов, можно сказать, подведение итогов жизни. А промежуточные? Промежуточные, да. Мы обсуждаем практически каждый концерт. Что в нем удалось, что в нем не получилось, почему не получилось, почему вот это удалось и было красивым. И стараемся сделать соответствующие выводы. Что не получилось, будем стараться от этого избавляться. А вот то, что было хорошо, то, что было здорово, мы это будем практиковать и это будем показывать. Гомельские зрители привык к тому, что на выступлениях вашего оркестра заурядности не бывает. Независимо от жанров и вкусов, вы всегда следите за качеством. Скажите, насколько это тяжело, идти много со временем? Сложно, довольно сложно. Приходится постоянно отслеживать мировые тенденции, смотреть лучших представителей в нашем искусстве, эстрадно-симфоническом, как работают зарубежные коллективы, как работают зарубежные артисты. Привносить это в свои репетиции, использовать это в своих концертах. Плюс большая, кропотливая репетиционная работа. Можно очень долго трудиться над материалом, а потом понять, что все это не туда, все это неправильно. Это будет нехорошо для зрителя. Надо переделывать. И здесь начинается кропотливая работа по переработке уже готового, уже отработанного и выученного, в принципе, материала. Потому что понимаешь, что можно сделать гораздо лучше. Вот в этом заключаются наши каждодневные репетиции. Мы очень много обсуждаем с музыкантами. То есть я, как руководитель коллектива, за мной последнее слово. Но всегда у нас идет обсуждение музыкального материала с музыкантами, потому что один человек – это один вкус. А множество вкусов и, естественно, большинство вкусов, скорее всего, в этом будет правильное зерно. Очень много споров возникает. Ну, таких вот хороших споров просто потому, что музыканты – профессионалы, и все хотят, чтобы было лучше. Конечно. Чтобы конечный результат был максимальный. Максимальный. На 100%. Вот тогда и зритель доволен, и… Руководитель. Ну, и руководитель доволен, и артисты как бы понимают, что они сделали все от них зависящее, чтобы концерт прошел на самом высоком профессиональном уровне. Наверное, сильный коллектив тогда, когда в нем каждый человек – личность. То есть они вместе образуют какую-то группу, да, мощную ударную силу, но каждый персональный интересный человек. Личность, сильная личность. Вот, кстати, о личностях. Через ваш оркестр прошли многие, вот теперь уже известные солисты-вокалисты. Сопатьков Максим, он же Макс Лоренс, который гремит не только в Беларуси, но и даже за рубежом. Андрей Колосов, Егезар Фарощан. Вот насколько это тяжело отпускать людей потом? Как их сохранять? Или вообще нужно ли их сохранять? Или нужно неустанно растить новые таланты? Долгое время я считал это проблемой. Своей проблемой, проблемой коллектива. Потому что приходит артист, он, конечно, еще далеко не профессионал, далеко не звезда. Он только начинает учиться. И затрачивается определенное количество времени. На раскрытие, в каком направлении этот человек может работать лучше всего, какие свойственны ему стили исполнения. Все это находится. Над этим ведется постоянная работа. И года через, скажем, 4-5 это становится вполне профессиональный исполнитель. А многие даже становятся достаточно уже известными за это время. Естественно, они чувствуют, что готовы покорять не только гомельского зрителя, а и более крупные площадки. Столичные, московские, минские. И на сегодняшний день я вижу в этом не проблему коллектива и свою проблему, а предназначение. Мы готовим у себя в коллективе профессиональных артистов, многие из которых потом становятся звездами. Ну, это вам и приятно, правда же? Когда приезжаешь где-то в город, наш коллектив уже знают во многих городах республики по солистам, потому что мы выступали во всех городах, во многих очень не один раз. И в столице тоже знают коллектив. И, естественно, когда или музыканты, или солисты, откуда, где ты учился, где ты работал, говорят, странно-симфонически, гомельско-областной, а знаем. Знаем, как бы и дирижеры знают, и Михаил Яковлевич Фимберг, и Виктор Владимирович Бабарыкин. То есть все знают наш коллектив и артист для него. И я уже понимаю на сегодняшний день, что эстрадно-симфонический оркестр гомельской филармонии является определенным брендом. Там отвечают за качество. Очень приятно, правда, Сергей? Конечно. И то, что такая стартовая площадка есть у наших музыкантов. Ну и какие же планы, Станислав Брониславович? Что в перспективе у оркестра и его дирижера? Я не знаю. Наверное, как и всякий руководитель, или просто артист, когда его спрашивают о перспективах и о планах, он все-таки не будет всего рассказывать, чтобы оставить какую-то интригу. Есть. Мы не собираемся останавливаться. Есть новые проекты. Они уже в голове. Они уже как-то продумываются, обдумываются. Я могу сказать точно, мы будем продолжать радовать и удивлять нашего зрителя необычными концертами, какими-то современными тенденциями. Потому что по-другому, я считаю, на сегодняшний день нельзя. Конкуренция огромная. Нельзя стоять на месте. Молодежь наступает на пятки. Они ищут какие-то новые формы выражения, создают какие-то маленькие коллективы, небольшие. И, естественно, нам в этой ситуации, как профессиональному коллективу, надо не равняться на них. Хотя нам намного сложнее большому коллективу все это сдвинуть с мертвых точек. Мы должны являться каким-то флагманом в этих направлениях. Ориентиром. Они должны брать с нас пример. Поэтому у нас очень ответственная задача. Кстати, о конкуренции. В Мамеле ведь есть еще оркестры. Каково вам с ними уживаться в одной среде? Я знаю, что, наверное, многие музыканты и там, и там играют. Да, это проблема небольших городов. Все-таки Гомель, хоть и с полумиллионным населением, он считается небольшим областным центром. И в нем очень много музыкальных коллективов. Уживаемся мы вполне хорошо, потому что каждый из коллективов работает совершенно в различных направлениях. И это различные площадки и различный зритель. Единственная проблема, да, это нехватка музыкантов. Потому что многие музыканты работают и там, и там, и там. На разрывы. В принципе, опять же повторяю, что ввиду того, что мы работаем в разных направлениях, у нас в разное время возникают концерты. И мы стараемся каким-то образом планировать. Есть, конечно, какие-то даты общие. Это красные дни календаря, которые отмечают все. И здесь возникают концерты у всех коллективов одновременно. Идем друг к другу навстречу, вот и все. Потому что мы музыканты, мы коллеги, и мы должны держаться все вместе. Ну, такая профессиональная солидарность. Станислав Бриниславович, спасибо большое за интересный диалог. Побольше музыки в новом сезоне, хороший и разный вам и нам тоже. Большое спасибо вам, спасибо за приглашение. И всего хорошего вам и нашим телезрителям. О том, чем порадует эстрадно-симфонический оркестр областной филармонии в новом сезоне, мы говорили с его дирижером Станиславом Шныром. Знаешь, Сергей, я часто вспоминаю слова Пушкина о том, что первый признак дикости народа заключается в его неуважении к прошлому. Вот об этом нам надо не забывать. И в музыке в том числе. А вот, кстати, ансамбль «Беседа» Белтель радиокомпании об этом и не забывает. Недавно ансамбль проехал с ошеломляющим успехом по городам Гомельской области. Все потому, что коллектив просто настоящий экшен в лучших традициях народного жанра. И у нас есть на эту тему сюжет. Я решила необычно, нестандартно провести вечер выходного дня и отправиться на концерт замечательного заслуженного коллектива Республики Беларусь, ансамбля народной музыки Белтель радиокомпании «Беседа». Я была немало удивлена, правда, что билетов на этот концерт уже нету. Поэтому, если вы в вашем городе хотите попасть на концерт «Беседы» в рамках акции «Любить Беларусь», то делайте, как я. Покупайте билеты заранее. Я готова уже и петь, и плясать, и получать удовольствие. В Гомеле, как и в других городах Беларуси, перед концертом прошла небольшая пресс-конференция. Я успела задать интересующие меня вопросы и пообщаться с красавицей Татьяной Лазовской. Красивая музыка. Вы так прекрасно поете. У вас аншлаги все время. Скажите, а какую музыку вы слушаете в жизни? Ту, которую исполняете, или есть какие-то еще моменты, есть какие-то мелодии, которые вам нравятся, или исполнители ваши любимые? Я слушаю абсолютно разную музыку, но первостепенно, непосредственно в моем сердце занимает музыка народная, потому что это кореницы белорусской культуры, это песня, которую создает народ и которая пленяет сердца. Я думаю, что подтверждение сегодняшнего концерта будет, я думаю, на 300% так точно, что народная песня – это просто родничок, от которого отведляются различные жанры и так далее. Поэтому вот народная песня на первом месте для меня. Спасибо вам большое. Мы сможем потанцевать у вас на концерте? С удовольствием, конечно же. Концерт шел полным ходом, а я решила прочувствовать атмосферу мероприятия, так сказать, изнутри. Вот чем хороша работа на телевидении, можно попасть в самое сердце – за кулисы. Здесь уже чувствуется, какая горячая атмосфера в Гомеле на концерте «Беседы». Я потом пойду в зал потанцую, а пока пойдемте, покажу, как все происходит. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Концертные программы ансамбля «Беседа» – это настоящий театр песни. Хоровые, инструментальные и сольные номера, многоцветия и великолепных народных костюмов. Для зрителя это море удовольствия и радости. Ну и как, понравилось вам? Очень. Еще придете? Конечно. Придешь? Да. Я вырасту и буду танцевать. И петь в ансамбле. И петь в ансамбле «Беседа». Пока растут дети, пока девчонки учат слова песен, я тоже подучу. И мы, вполне возможно, хоть иногда, хоть один разочек выйдем на сцену вместе с «Беседой». Всем пока! Любите Беларусь! Те, кто хоть раз побывал на концерте «Беседы», отмечают поразительную энергетику и тончайшую связь между артистами и зрителем. Тогда съемочной бригаде телерадиокомпании «Гомель» очень повезло, потому что наши корреспонденты отправились в гастрольный тур вместе с «Беседой» по городам Беларуси. Сам тур еще продолжается, но в этом плотном командировочном графике нам удалось перехватить ненадолго нашу коллегу Елену Троценко. Кстати, ведущую телевикторины «Размавляем по-белорусску» на канале «Беларусь-3». И сегодня Елена Троценко у нас в студии. Добрый вечер, Лена. Добрый вечер. Добрый вечер, Рита. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Не устали с дороги? Нет, когда я подойду к родному порогу, ничего не поделаешь, тянет в дорогу. Вот такая у нас сейчас жизнь у меня и у творческой группы «Вандроки» с «Беседой». Юлия Хорошина, Александр Александровнец, Слава Киселев, наш замечательный водитель, Ирина Вишневская. У вас большая бригада. Да, в Андрою не только я. Ну, раз уж заговорили о телевикторине «Размавляем по-белорусску», знаем, что даже несмотря на то, что вы поехали в поездку вместе с «Беседой», телевикторина все равно продолжалась только уже в живом сценическом формате. Каково это вообще было? Расскажите. Ой, вы знаете, это очень здорово. Прям скажу, что не все зрители, которые приходят на концерт ансамбля «Народная музыка и беседа», знают, что для них еще приготовлена и телевикторина. Многие удивляются. Но когда я выхожу на сцену в самом начале, приветствую зрителей, рассказываю об акции «Любить Беларусь», я спрашиваю, а вы, кстати, знакомы с телевикториной «Размавляем по-белорусску»? Вы знаете, ну, может, это и не скромно, но аплодисменты говорят о том, что да, знакомы, подходят людей. После концерта говорят, ой, спасибо, здорово, с удовольствием, приняли бы участие, приехали бы в Гомель. Как приятно, что наши проекты ценят, любят и знают, правда? Ну, замечательно, да. Все-таки «Беларусь-3» — это республиканские каналы, это здорово. Более того, вас смотрят даже в Литве, я знаю. Да, было такое, я была в Вильнюсе, меня ко мне подошли, узнали, сказали, ну, это же вы, и показали в телефоне фотографию, это же вы. Говорят, да, оказывается, да, Вильнюс берет, ну, возможно, «Беларусь-2-4», вот эти программы смотрят, знают, любят. Смотрят, смотрят. Скажите, Елена, а вот этот проект «Вандроуки с беседой» с какой целью был создан? Это телевизионный проект, скажем так, это телевизионное отражение акции «Любить Беларусь». А акция была задумана совместно Белтелерадиокомпанией, телеканалом «Беларусь-3» и Республиканским общественным объединением «Беларусь». Какая цель этой акции? Привлечение внимания к народной культуре, к народной песне, привлечение внимания к белорусскому языку. Ну, что на сегодняшний день немаловажно, правда? Конечно, это очень важно. А вот в поездке какое у вас осталось впечатление, если взять по регионам? Какой регион самый певучий, самый мелодичный, может быть? Где вам понравилось больше? Я поняла вопрос. Сергей, могу сказать, что поют у нас везде. Это и Гродненская область, и Гомельская область, и Могилевская область, и в Слуцке мы были, там тоже поют. Но могу сказать, какой регион самый танцующий. И могу сказать, какой самый азартный. Ну, так скажите. Самый танцующий точно Могилевский регион. Потому что три последние песни на концерте, три последние песни беседы, люди встречали не сидя, стоя, вышли в проходы, и начался такой коллективный танец. Это здорово. Ну, а самый азартный, могу признаться, все-таки Гомель. Все-таки наш регион, ну, я имею в виду Гомельский регион, это Светлогорск, Жлобин, Гомель мы посещали. Здесь активнее всего играют игроки на сцене в телевикторину. В Светлогорске, например, после того, как я пригласила шесть игроков на сцену, вышли восемь. Играли, играли, в команде было по четыре человека, команда против команды. Елена, а какое впечатление у вас осталось от наших городов? Ой, замечательное впечатление. Ну, как все журналисты, я, понятно, езжу по Гомельской области, ну, раньше наш регион, да, а тут вот получилось так, что мы посетили разные области. Это очень здорово. Какие красивые города. Наверное, я буду говорить банальные вещи. Мне кажется, что даже воздух самый чистый во всей Европе, не просто красиво, чисто и аккуратно, а воздух самый легкий, самый насыщенный кислородом, ну, может быть. Белорусские болота, белорусские леса, белорусские реки делают свое дело. Прекрасные города. И не важно, сколько там жителей. Возьмем, например, Гродненскую область, да, Лида, 100 тысяч жителей, или Слоним, 50 тысяч жителей. Но там есть что посмотреть, понимаете? Люди приветливые улыбаются. Вот тебе канал Агинского, например, в Слониме, который был когда-то создан Михаилом Казимиром Агинским на его средства. Вот, где на берегу этого канала стоял театр, куда приезжали известнейшие артисты оперного жанра из Белоруссии и со всей Европы. Но это же здорово, когда ты ходишь по тем местам. Это же здорово, когда ты видишь все вот эти вот старинные замки, например, в Лиде, да. Ты видишь в Могилеве прекрасную набережную. Ты наблюдаешь вот за людьми, которые приветливые, которые улыбаются всегда. У них все хорошо. И, ну, наверное, я могу сказать, что Беларусь прекрасна. Пусть я буду говорить банальные вещи, но это так, друзья. Но все равно вы с радостью попутешествовали по Беларуси, потому что вот у любого из нас просто нету возможности, да? Ну, у всех нас есть возможность. Да, ну она есть, но мы не можем найти время. Только скорее мы почему-то тянемся к путешествиям далеким. Да, да, да. А вот к своим путешествиям, ну пусть журналисты Гомельской области или жители Гомельской области, они, конечно, посещают там и Чечерск бывали, да, и в Калинковичах, и в Мозыре наблюдали за... И в Красном береге, да, все эти дворцы, известные нам. Но за пределами редко выезжали, правильные области. А вот вряд ли кто-то из нас поедет в Гродненскую область, в какой-то маленький городишко Слоним. А тем не менее и там есть что посмотреть. Там прекрасные фонтаны, площадь с фонтанами новая. И я вам могу сказать со слов председателя райисполкома Слонимского, он рассказывал следующее, что приехали люди, которые не были 10 лет слонями. Сказали, так здесь же не хуже, чем в Париже. Ну, Лена, вы говорите с таким вдохновением, явно вас эти поездки впечатлили. Безусловно, я считаю, что это очень хорошее время, очень хороший такой период в нашей жизни, в жизни творческой группы. Я согласен с Леной, потому что действительно каждый маленький городок Беларуси, он чем-то уникален и чем-то привлекает. Попал я, например, как-то в Слуцк. Так. Очень маленький город, но какой он интересный. Вот я у нас такого не видел, не хочу, конечно, умалять достоинства, значения наших городов, но Слуцк просто прекрасен. Интересный центр исторический, рядом костел, и тут же возле него православный храм красивый. Стадион, наконец-то, увидел, на котором футбольный клуб Слуцк тренируется. Там есть на что посмотреть, и так в каждом городе, потому что, поэтому Лену я прекрасно понимаю. Ну, а я добавлю, я тоже была в рабочей командировке на озере Червоном, и вы знаете, до этого я не знала, что у нас есть такие красивейшие озера в Беларуси. Есть. Я вам еще забыла сказать вам про Шклов. Это уникальный городишко, маленький, красивый, уютный. Там встречают всех как родственников, как лучших гостей, хлебом с солью. Вот еще один город, в который обязательно нужно заехать, если будете где-то недалеко. О, да, это Могилевская область. А в Слоне мне еще хотела сказать, очень меня тоже поразило, сохранилась пожарная каланча, на которой, значит, каждый день в 12 часов ровно открывается окошко и начинает звучать полонез Агинского. Класс. Мы, кстати, немножечко даже уже увлеклись и забыли про ансамбль беседа. Как прошли концерты-то, беседы, в общем-то, ну, вы уже говорили, публика встречала, как я понял, вас великолепно. И беседовцы заряжали ее своей энергией. Это да. Могу сказать, что свободных мест до этого момента я пока не видела ни в одном зале. Как так получается? Что происходит? Почему настолько популярна беседа? Ну, нужно, наверное, побывать на концерте, потом ты ответишь на все эти вопросы. И это же не маленькие клубные сцены. Я должна признаться, что Могилев, Бобруйск – это залы-тысячники. Ни одного свободного места, ни одного билета. В Светлогорске, дворец культуры, мы приехали, творческая группа, ну, естественно, нас интересуют адресные планы, все это очень интересно. И не можем найти ни одной афиши беседы. Что такое? Будет беседа? Не будет. Но мы-то знаем, что будет. Задаем вопрос директору дворца культуры. А где афиши беседы? Она говорит, вы знаете, сняли. Почему? Потому что билеты были проданы еще в августе. Но благодаря телевизионной рекламе, она говорит, каждый день ко дворцу приходит человек 100 с требованием билетов. Так говорит, афишу сняли, чтобы хотя бы не будоражить публику. Что делать? Не знаю, говорит директор дворца. Возможно, придется в ноябре снова беседу приглашать. Вот так. Или строить зал. Или строить зал побольше. Да, это точно. Скажите, ну вот, путь пройден явно большой. Какой еще лежит маршрут? Что осталось напоследок? Напоследок осталась Брестская область. Это вступление беседы, ну, и съемки творческой группы телерадиокомпании «Гомели» «Беларусь-3» в городах Барановичи, Брест, Столин. Лен, вот побывав уже внутри этого коллектива и посмотрев на него снаружи, теперь имея возможность сопоставить увиденное, прочувствованное, какой ваш личный вывод? Вот в чем же изюминка этого коллектива? Почему ее так любят? Беседа – это уникальный коллектив. Он был образован в 1991 году и все эти годы шлифовал свое мастерство. Это уникальные голоса, все разные, женские и мужские. Это мастерство исполнителей, которые играют на музыкальных инструментах. Это прекрасные песни, не только белорусские народные, но и авторские. Это разные жанры, это лирические песни, это шуточные песни, это песни обрядовые. Настолько разнообразный материал, и это так качественно исполнено, что даже самый, мне кажется, строгий критик не найдет к чему придраться. Знаете, вот в молодежной среде в мою пору говорили, такая аранжировка, каждый ударничек слышен. Вот я могу сказать о них. Когда ты слышишь и видишь эти композиции, ты понимаешь, сколько над этим люди трудились. Но они так это легко подают, это просто прекрасно. И потом, когда в песнях звучит, например, Мы вам жадаем, как до ваших хат стежки не ведал, ни урач, ни адвокат. И как было вам на усим вяку, легко на сердце, тяжко у кошальку. Ну скажите, какие могут быть ответные эмоции зрительского зала? Только прекрасные. Их можно только любить. Ну, поэтому аншлаги вам и обеспечены. Правильно, Елена? Ну да, вы нас уже причинлили. Вам вместе. Да, да, да. Да, очень приятно. Спасибо большое, Елена, за ваш познавательный, интересный, содержательный рассказ. Теперь понятно, почему ансамбль «Беседа» трогает человеческие сердца. И, кстати, хотим пожелать, чтобы дальнейшая вандроука с «Беседой» прошла еще лучше. Большое спасибо за пожелание. Давайте с нами в Брестскую область. Мы не против. Мы подумаем. Ну, едемся. Я вот, знаешь, Сергей, о чем подумала? В Париже, в Центре современного искусства Жоржа Помпиду, есть медиатека. Так вот, там любой желающий может просто сесть за столик, надеть наушники и послушать любую симфонию, любую оперу, что душе угодно. Более того, можно взять с полки клавир и слушать музыку, следя по нотам. Здорово. Я думаю, там и недостатка в клиентах нет. Хотелось бы, чтобы и у нас было как можно больше доступа к искусству и как можно больше разнообразия. Надеюсь, в новом концертном сезоне гомельская публика обделена не будет. Ну, поживем-увидим. Но надо сказать, что афишные тумбы уже пестреют и запестрят еще больше. Я думаю, так и будет. Но пока пора прощаться. Время в хорошей компании пролетело незаметно. Да, говоря музыкальным языком, финальный аккорд. С вами были Сергей Негеревич. И Маргарита Чебукова. Доброго вам вечера. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»